Чёрные кошки-истори вызывают особенные эмоции. Одни люди их боятся, считая предвестницами несчастий или даже пособниками нечисти, ведьм и колдунов. Другие же, наоборот, видят в этих животных талисманы удачи. К примеру, в Англии случайная встреча с чёрной кошкой считается хорошим знаком. Столетия назад английские моряки привезли эту примету с собой в новый свет. И сегодня многие американские моряки заводят черных котят в качестве талисманов. Но герой этой истории, мечтавший о поступлении на военную службу на флот, не искал такого котёнка специально. Особенная чёрная кошка появилась в его доме почти что случайно. В доме появилась кошка Эрин Нимрихтер, мать-одиночка, воспитывающая сына Макса, который мечтал о поступлении не в колледж, как многие подростки, а на флот. В их доме не было животных, и Макс думал о том, чтобы завести питомца. Ему казалось, что их маленькой семье необходимо такое пополнение. Эрин не была в восторге от этой идеи. Она знала, что дата, в которую сын уедет из дома, приближается с невероятной скоростью. А когда это случится, она останется одна и ей придётся заботиться о заведённом им животном. Эрин этого не хотела. Макс убедил Эрин долгие годы, Макс соглашался с матерью, но однажды ему в голову пришла мысль о том, как её можно переубедить. Он постарался объяснить Эрин, что кошка не требует особого внимания и является самостоятельным животным. Более того, когда он уедет из дома, усатый четвероногий друг составит Эрин компанию. «Ей будет не так одиноко в опустевшем доме». Парень привёл немало убедительных аргументов, его мама сдалась, согласившись завести животное. Где искали кошку Макс, Эрин не искали животное, придирчиво рассматривая фотографии или разыскивая заводчиков, высокопародистых котят. Они знали, что в их родном Кливленде немало брошенных и бездомных кошек, которым нужны любящие хозяева. Поэтому мать и сын искали информацию об адресах приютов для животных. Эрин не была готова везти через весь город животное, а она хотела, чтобы расстояние от приюта до их дома было минимальным. И, к её удивлению, такое пристанище для бездомных животных нашлось. Кливленская лига защиты животных располагалась поблизости, и именно туда и отправились в выходные мать и сын. Питомец в доме, отправившись в приют, Эрин и Макс не имели никаких представлений о том, каким именно будет их домашнее животное. Эрин вообще не была уверена в том, что ей кто-то понравится, а Макс был бы рад любому питомцу. Увидев в приюте миниатюрную чёрную кошку, Макс понял, что просто не сможет уехать домой без неё. Усатую красавицу звали Юки, и она достаточно настороженно отнеслась к людям. Эрин сомневалась, она не была уверена в том, что Юки будет столь же счастливо обрести новый дом, как её сын предоставить его. Юки освоилась Юки достаточно быстро, освоилась в новом доме. Она оказалась вполне дружелюбной, умной, внимательной к заведённым Эрин порядком и правилам. Кошка не причиняла никаких неудобств и была очень ласкова. Но она с первой минуты жизни в новом доме относилась к своим хозяевам по-разному. Можно сказать, что Эрин она уважала, а вот Макса самозабвенно любила. Впрочем, парень тоже был привязан к питомцу, они практически не расставались ни на секунду. Юки сопровождала его совсем, как собака, следуя за парнем повсюду. А когда Макс уходил на занятия, ждала его, глядя на дверь. Отъезд Макса с момента взятия Юки из приюта до отъезда Макса в учебный лагерь прошло всего лишь полгода. За эти месяцы кошка стала полноправным членом семьи, Эрин к ней очень привязалась и уже представить себе не могла того, что Юки когда-то не была в их доме. Разумеется, по мере приближения даты отъезда сына женщина начинала волноваться все больше. Ее переживания касались уже не только предстоящей разлуки с Максом, но и того, как кошка перенесет это расставание. Ведь хотя Юки и была всеобщим домашним любимцем, сердце животного всецело принадлежало Максу. Когда Макс уехал, Юки вновь осталась одна. Разумеется, у нее был дом, вкусная еда и заботливая хозяйка Эрин. Но горячо любимого хозяина рядом больше не было. Юки очень тосковала, она часами лежала на подушке Макса и смотрела на входную дверь. Ноль часов, ноль часов раздражает звук жующих людей. Оказывается, каждый пятый страдает мизофонией. Археологи нашли 30 ранее неизвестных средневековых поселений, под Суздалем ученые рассказали о пользе совместного сна детей с питомцами. Эрин тоже сильно скучала по сыну, ведь они впервые расстались надолго. Женщине очень не хватало горячо любимого ребенка, а она повесила на стене в комнате большую фотографию своего мальчика для того, чтобы создать иллюзию его присутствия. Поведение Юки после нескольких недель, в которые Макс отсутствовал дома, его усатая любимица словно поняла, что хозяин не вернется в любую минуту. Она перестала поджидать его у входных дверей, начала все чаще прогуливаться по дому и заглядывать в комнату Эрин. Однажды женщина заметила некоторую странность в поведении кошки. Юки задерживалась на комоде, перед фотоснимком, который повесила Эрин. Она подолгу рассматривала фотографию, трогала изображение лапой. Юки узнала хозяина на фотоснимке, Эрин подумала о том, что Юки узнает на фотографии Макса. Но возможно ли это? Женщина решила провести эксперимент. Дождавшись момента, в который кошка не могла видеть её действий, Эрин заменила снимки, переместив фотографию сына в другое место. Какого же было её изумления, когда кошка нашла фотографию и уселась перед снимком? Спектакль живёт только сегодня. На глазах Юрий Стоянов о жизни и творчестве пятна от соевого соуса можно вывести домашними средствами. Проверенный способ готовы ли россияне платить больше налогов. Результаты опроса сомнений у Эрин не осталось. Юки действительно узнает Макса. Женщина решила, что нужно что-то делать. Она опасалась того, что у Юки разовьётся депрессия. Сюрприз для Юки и Макса близилось время окончания пребывания Макса в учебном лагере и его возвращения на базу. А это означало то, что Эрин могла навестить своего ребёнка. Женщина решила, что возьмёт Юки с собой. Но для посещения военной базы с животным требовалось оформить специальное разрешение. Занимаясь этим, Эрин узнала о том, что сможет приехать с кошкой только, если питомица будет в переноске. У Юки никогда не было уличной клетки, у неё был только поводок. Эрин отправилась за переноской, и её внимание привлек необычный рюкзак для животных. Он был красивым, лёгким, и, что самое главное, его не нужно было носить в руках. Таким образом, у Юки появилась переноска, а она вместе с Эрин отправилась на военно-морскую базу. Трогательная встреча, Макс тоже очень скучал по своей питомице. Парень опасался того, что кошка его совсем забыла. Он ведь не видел собственными глазами того, как Юки долгими часами сидит перед его фотографией и рассматривает её. Поэтому сюрприз, устроенный Эрин, сделал его по-настоящему счастливым. Разумеется, радовалась и Юки. Но время визита пролетело очень быстро, Эрин и Юки пришлось возвращаться домой. Женщина очень не хотела, чтобы кошка проводила свои дни, рассматривая фотоснимок. Она решила встряхнуть Юки. Эрин и Юки дома, но одно дело желание эмоционально встряхнуть кошку, а другое воплощение этого намерения в реальность. Эрин долго размышляла о том, как ей повлиять на настроение питомицы и избавить её от меланхолии. Заехать в магазин и приобрести игрушки. Но ведь Юки уже давно не котёнок, вряд ли такая мера окажется эффективной. В момент размышлений взгляд Эрин упал на переноску, рюкзак. Женщина решила его использовать. Она стала брать кошку с собой повсюду, куда могла. Таким образом, дни Юки перестали быть однообразными. Кошка сопровождала хозяйку в магазины, в кафе, даже в кино. Досуг Эрин тоже изменился, а она стала выходить на прогулки в парк, вместо того, чтобы проводить вечера в пустом доме. Разумеется, гуляла она с Юки. Потом Эрин заметила то, что Юки любит смотреть в окно, и приобрела для неё специальное сидение. Однажды в канун Хэллоуина женщина решила опубликовать в Инстаграме снимок с Юки. Ведь кошка чёрная, так почему бы не сделать фото в духе праздника? Таким образом, у Юки и Эрин появилось общее хобби. Юки понравилось фотографироваться. Эрин показывает ей снимки, они вместе выбирают самые удачные. Кто знает, может быть, Юки на самом деле понимает, что именно показывает ей Эрин.